Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем свою работу в формате лошадки и груз комитетной информации. Основная тема нашего сегодняшнего амплифинга посвящена серьезному международному скандалу, который грузовская сторона раздула вокруг смерти Арчила Дедуна Татанашвили, задержанного по обвинению в частности генназидортического народа и введению диверсионной деятельности в отношении Южной Осетии. Сегодня у нас в гостях полноучный представитель президента по постконфликтному регулированию Мурат Кузьмин-Джуэль, а также представители прокуратуры, комитета госбезопасности и врачи судмедэксперта, которые с удовольствием, значит, посвятят вас в общих чертах о сути проблемы, ситуации, а потом ответят на ваши вопросы. Вчера должно было состояться очередное заседание в рамках НПРИР. Это должно было быть плановое заседание, но в повестку дня, в связи с тем, что в ночь на 23 февраля случилась смерть гражданина Грузии Татанашвили, который был накануне задержан соответствующими правоохранителями в республике Южная Осетия по подозрению гражданина Дедняк Южной Осетии, этот вопрос тоже был включен в повестку дня вчерашнего заседания МГРИ. И мы дали полную информацию о том, что случилось с этим человеком, то есть почему он был задержан и что случилось с ним. Однако грузинские власти и общественные организации Грузии, нагнетая ситуацию, выдвигают различные, не обоснованные ничем версии смерти Татанашвили, обращаются к международному сообществу. И вы, наверное, по прессе видите, что представители почти всех международных организаций отдельных стран высказались, притом высказываются именно в том русле, который именно ввязывают власти Грузии. То есть озвучивается версия, выдвигаемая властями Грузии. То, что власти Южной Осетии уже неоднократно делали заявление, что смерть Татанашвили наступила естественным образом, до них не доходит. Вчера составилось очень долгое, тяжелое обсуждение того вопроса. Грузинская сторона наставила два вопроса. Первый, когда они смогут получить тело умершего Татанашвили, и второе, когда отпустим, как они говорят, на территории Грузии двух граждан, которые были задержаны вместе с Татанашвили, это жители Денингурского района, Павляшвили и Уташвили. По каждому из этих вопросов нам и было им дано полное разъяснение. В частности, и во время вчерашней встречи, и во время накануне состоявшей технической встречи тоже на границе, мы им дали объяснение, что у нас есть соответствующие заключения нашей судмедэкспертизы о причине смерти гражданина Татанашвили. Но поскольку грузинская сторона все-таки этот вопрос политизирует, и для того, чтобы наши доводы были в отверждении еще и независимой экспертизы, югородинская сторона направила на медицинскую экспертизу, на нейтральную медицинскую экспертизу, как долго мы получим соответствующие заключения экспертизы, дело о помощи Татанашвили, вместе с копиями экспертных документов будут переданы его грузинской стороне для передачи его родственника. Вчера в самом начале заседания мы выразили и попросили, чтобы были переданы родственникам семье умершего наши сожаления и соболезнования. Любая смерть, она трагична, конечно, и для умершего, и для его родственников, но политизировать смерть человека, и для этого наметенную обстановку между Грузией и Южной Осетией мы считаем совершенно необоснованной и даже опасной. Поэтому вчера дня однократно в ходе встречи в рамках МГИ мы призвали и европейских наблюдателей, и представителей ОБСИ и грузинскую сторону предпринять все усилия для того, чтобы определенные политические силы в Грузии не в целях своей собственной выгоды или политических дивидендов не расчигали ситуацию вокруг этой смерти. Грузинская сторона не была удовлетворена нашими ответами. В частности, мы им сказали, они требовали, как назвать конкретное время, когда они получат тело, им сказали, как только мы получим заключение медицинской экспертизы, вам будет все передано. По второму вопросу, то есть по гражданам Грузии, которые были задержаны, то есть повершили и худошли, мы им тоже разъяснили, что в принципе эти люди давно у нас на освобождении, они находятся у себя дома в Ленингрозском районе и неограничены в свободе передвижения по республике Южная Осетия. А что касается выезда их в Грузии, то, по нашему мнению, грузинские власти на этом настаивают для того, чтобы потом их же использовать в своих политических целях. И тем более, что эти люди имели пропуска на пересечении границ в упрошенном порядке в местности Араздаха, поэтому они сами могут решить, хотят ли они решить в Республике Южная Осетия или хотят выехать в Грузию. Но поскольку у наших следственных органов могут быть еще к ним вопросы, они в настоящее время продолжают находиться в Ленингрозском районе. Никаких нарушений прав человека мы тут не усматриваем, поскольку, повторяю, они находятся у себя дома, имеют свободу передвижения. А то, что грузины понимают под свободой передвижения через государственную границу, мы им напомнили, что 28 лет Республика Южная Осетия не имеет отношения к Грузии, у нас нет договоренности, поэтому порядок пересечения границ государственной между двумя странами мы определяем сами, поскольку грузинские власти не идут с нами на двусторонний разговор по этому вопросу. В итоге очень долгих разговоров вчера грузинская сторона посчитала свое дальнейшее участие в заседании империи невозможным, поэтому они прервали свое участие, и остальные вопросы повестки дня вчерашнего заседания империи, а их должно было быть 11 вопросов, все вопросы были очень важными, связанные с ситуацией на границе, тоже связанные с проблемами отдельных людей, которые или нарушили границу, или живут в районах прилегающих границ, но дальнейшее обсуждение не состоялось. Еще раз повторяю, на вчерашнем заседании югостинская сторона представила довольно подробную информацию по вопросу смерти Татунашвили, и я надеюсь, что сегодня коллеги с вами тоже поделятся этой информацией. Сейчас мы передаем слово представителям прокуратуры, которые расскажут нам именно по какому делу проходил подозревание Татунашвили, и в целом, что из себя представляют уголовные дела, возбужденные по факту геноцида. 22 февраля 2018 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренными статьями строки 317 и 357 главного кодекса, то есть по подозрению в причастности к геноциду, а также по подозрению в осуществлении диверсионно-разведывательной деятельности на территории Республики Южная Осетия, правоохранительными органами поселки Ленингор, Республики Южная Осетия были задержаны граждане Татунашвили, Артил Юрьевич, Куташвили Иван Семенович и Павлиашвили Йорси Грукзарович. Для производства следственных и оперативных мероприятий задержанных были доставлены в городский бар. Один из задержанных, а именно Татунашвили, давать показания по интересующим следствия вопросам, отказался, потребовал защитника и переводчика, но и в их присутствии давать показания он отказался, после чего было принято решение поместить его в изолятор временного содержания. Примерно в 19.50 минут при конвейдовании в изолятор временного содержания Татунашвили выхватил из кобули в одного из конвейдов табельный пистолет. Сразу же другими конвейдами в целях предотвращения обречения предназначения жизни сотрудников, а также предупредения о победе, были приняли физическая сила и специальные средства, для чего Татунашвили скатился по лестнице вниз, из его рук был выбит запаченный пистолет и была причина попытка в заводе использования им оружия против сотрудников. Далее Татунашвили почувствовал себя плохо и стал жаловаться на недоточное дыхание, впоследствии чего был незамедлительным, доставлен в депутатскую больницу для оказания медицинской помощи, где скончался в реанимационном отделении спустя 2 часа. Согласно справке эксперта, 23 февраля 2018 года предательной причиной смерти Татунашвили является острая сердечно-сосуществительная недостаточность, острая ищемическая болезнь сердца. Дальше 6 февраля 2018 года в целях установления всех обстоятельств смерти Татунашвили была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, производство которой было получено соответствующим экспертным учреждениям Российской Федерации. После получения результатов указанной экспертизы, тело Татунашвили будет передано грузинской стороне в метеоскопии заключения экспертизы. Передача тела Татунашвили к грузинской стороне без заключения экспертов не представляется возможным, по объективным причинам, так как для обеспечения производства качественных экспертных исследований может возникнуть необходимость предоставлять экспертом дополнительного биоматериала. Остальные задержанные, Куташвили и Павлиашвили, 24 февраля 2018 года, были освобождены из-под стражи и вернулись в свои дома в Ленингурском районе Республики. Самые эти передвижения оказанной лица не ограничиваются, однако в интересах следствия им временно запрещен выезд за пределы Республики Южная Осетия. Подробнее я хочу пояснить о уголовном деле, в рамках которого были задержаны тронные граждане. Значит, 12 августа 2008 года Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия было возложено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами АЕ и ЛЕ части 2 ст. 25, ст. 317 и ст. 357 Уголовного кодекса. По обстоятельствам, 1-го дела, 7 августа 2008 года, примерно в 23 часа 20 минут, вооруженные силы Республики Грузия начали осуществлять массированный обстрел из тяжелых видов вооружений, в том числе из установок залпового возняк РАД по столице Республики Южная Осетия, городу Цхинвал и населенным пунктам Джавского, Цхинвальского и Занужского районов Республики. 8 августа 2008 года бомбардировщики вооруженных сил Грузии нанесли бомбовые удары по поселку Джава и гражданским объектам города Цхинвал. 8 августа 2008 года вооруженные части Грузии вошли в город Цхинвал, населенные пункты Цхинвальского района, Федагурова, Минист, Сарабух, Тбет, Зар, Рустах, поселок Знава, селения Знавужского района Битмухау, Биат, Мугут, Паркнет, Бекмар, Белит, поселок Ленингург, Ленингургская военная республика. В аре однодневной оккупации населенных пунктов грузинские военные осуществляли этнические чистки астинского населения, уничтожения и живых домов Астин. Части грузинских войск, которые вошли в город Цхинвал, в упор расстреливали из танков гражданские объекты, школы, детские сады, государственные учреждения, государственный университет, библиотеку и так далее. В период времени с 08.08.2008 года по 10 число 2008 года при попытке покинуть, обстреливаем город и другие районы, по обвезению дорогих городов, город Цхинвал, Джава, расстреливались и сжигались, автомобили с беженцами. Захваченные грузинскими войсками села были приняты мирные жители и вывезены на территорию республики Грузия, где продвигались издевательствам, избиениям и пыткам, содержались без еды и воды. В период времени с 10 по 11 августа 2008 года усилены вооруженные силы Российской Федерации и Республики Южная Осетия, грузинские вооруженные силы были разбиты и вытеснены из территории республики. В ходе расследования уголовного отдела установлено многочисленные эпизоды преступных действий грузинских вооруженных формирований на территории Республики Южная Осетия. В том числе было убито 162 гражданина, было ранено более 700 человек, похищено 53 человека, сожжено более 735 домов, было разрушено более 1310 домов, было утрачено и уничтожено иное имущество свыше 300 граждан, было уничтожено иное имущество 55 государственных учреждений, было и уничтожено иное имущество 104 объектов предпринимательской деятельности. Также было бежалостно расстраивано и битро 17 беженцев, пытавшихся покинуть зону военных действий по единственной дороге с Канглазаром, Владикавказом, так называемой дорогой жизни. В следствии также доставлено были установлены намерения грузинских спецслужб отравить население города Цхинвал путем введения в водовод и дист-цхинвал, обеспечивающий питьевой водой все население города, отравляющих веществ. Вместе с тем, с 2004 года по 8 августа 2008 года проохранительными органами Республики Южной Осетии обладало возбуждено 166 многоэпизодных уголовных дел, связанных с преступлениями представителей силовых ведомств Республики Грузия в отношении населения Республики. В ходе расследования уголовного дела были установлены и объявлены международные розы, должностные лица высшего атактического военного руководства Грузии, причастные к геноциду осенского народа и совершению военных преступлений. Всего более 45 человек, в том числе бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший министр внутренних дел Грузии Ваноми Рабишвили, бывший министр обороны Грузии Иракли Укурашвили и иные лица. По подозрению в совершении указанных преступлений в 2016 году был задержан гражданин Республики Грузия Гимнашвили Георгий Ливанович, в отношении которого было расследовано уголовное дело, которое было направлено в суд. В феврале 2017 года Гимнашвили за совершение преступлений против личности, казарственного строя, а также за совершение преступлений безвестиционного характера на сутки и проговоренных власти для дам решения свободы. На обряде 2017 года Гимнашвили вольвен гуманным решением высшего руководства Республики Южная Осетия был помилован и передан гражданинской стороне. При этом следует отметить, что ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе отбывания наказания в виде решения свободы Гимнашвили не применялось физическое воздействие и пытки, что свидетельствует о неокоснительном соблюдении прав и свобод человека на территории Республики Южная Осетия. В чем лично обиделись представители всех мирно-народных организаций и дипломатические представители стран Евросоюза и США? О чем у господина Гимнашвили можно спросить лично, так как он находится уже на территории Грузии? В случае возникновения обоснованных подозрений в причастности к геноцизу густинского народа, подозреваемые впредь будут задерживаться и привлекаться к уголовной ответственности в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия. Никакой снисходительности к преступникам, причастным к совершению преступлений против народа Республики, являться не будет. Они будут наказаться по всей строгости закона. Сейчас мы предоставим слово представителям Комитета безопасности. Рассказанному хотелось бы добавить, что артир Татумашвили находился в поле зрения органов, как лицо, в отношении которого имеются обоснованные подозрения о причастности к деятельности грузинских спецслужб. К вышесказанному также считаю необходимым подчеркнуть о незаинтересованности органов госбезопасности в смех Татумашвили. У нас были достаточные основания подозревать его причастности к деятельности грузинских спецслужб Грузии. Он являлся для нас ценным ресурсником информации, в потере которого мы никоим образом не были заинтересованы. Хотелось бы также попросить эхо-войного врача-судного эксперта прокомментировать эту ситуацию. 22-го на 23 февраля этого года был исследован труп Татумашвили Арчила в морге Республиканского бежу судебно-медицинской экспертизы. При исследовании трупа на теле Татумашвили были обнаружены кровопотеки и ссадины в области верхних конечностей, нижних конечностей и спинок. При внутреннем исследовании следов травмы не обнаружено, все органы были целы, никаких подозрений на кровоизлияние, на какую-то травму внутренних органов не было. Также кости черепа, верхних, нижних конечностей, ребер, позвоночника, таза были целы. Повреждений головного мозга, кровоизлияния, никаких либо веществ головного мозга не обнаружено. При исследовании сердца были признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности в виде зоны ищемии, которую я обнаружил в задней перегородочной области сердца. также все наши действия были зафиксированы на фотоаппарат, то есть проводилась фотосъемка. И здесь бы как бы хотелось отметить, что если как бы и у гостиницкой стороны есть достаточно доказательств того, что в отношении задержанного не применялись какие-то насильственные действия, то напротив есть также достаточно резкие и весомые доказательства того, как в отношении задержанного граждан Южной Осетии, который числится теперь без зоны пропавших, достаточно неприкрыто применялось насилие. Скажите, пожалуйста, Илья Викторович, какие сроки будет проводить вот эта независимая экспертиза? Как только будут, на следующий день будет все будет. Вы чувствуете, как определенные нормы будут проведения подобных экспертиз? Проведение подобных экспертиз в течение месяца делается. Мы так думаем, что они ускорятся. Вы сказали, что вчера члены МПР покинули встречу, так как насчитали, что не получили ответов на свои вопросы. И с учетом продемонстрированных сегодня нам роликов всем нам хорошо известных кадров, когда югостинские подростки на тот момент, даже не военнослужащие, каковым являлся Татанашвили, сегодня вы сами упомянули, что Татанашвили вопрос всего перерос в политическую плоскость. Можно ли спросить у наших представителей Евросоюза на той же встрече МПР, почему не поднимался такой шум вокруг судей вот этих парней? Вы сами видите, сами наблюдаете, что в прессе творится. То есть грузинские власти и не только власти, различные политические силы действительно развернули такую широкую пропагандистскую кампанию по этому вопросу. Мне кажется, что это даже несколько цинично, а вот в своих политических темах используют смерть человека. И даже если вы наблюдаете, в Фейсбуке появляются различные записи, и есть там такая одна запись, что, прости говорить, нас, политиков и политические силы, которые хотят использовать это в своих целях. То есть они же сами признают, что они политизируют. политизация видна из того, что сразу же на эту смерть, пока в принципе они не получили ни экспертные заключения, ни телоумерсшего не получили, но уже все делают заранее и выводы о том, что якобы мы его убили здесь. Делают, насколько нам известно, мы вчера об этом тоже заявили, что, насколько нам известно, в Грузии уже завели уголовное дело по трех статьям, и у них якобы есть даже конкретные обвиняемые. Это все предвзято, это все делается с тем, чтобы просто получить широкий международный ажиотаж. К сожалению, после событий августа 2008 года, когда трагедия народа Южной Осетии прозвучала по всему миру, когда независимая комиссия Евросоюза во главе с послом Хадис Рябини признала, что именно Грузия начала войну против Южной Осетии, такой широкой международной огласки не было. И даже наши неоднократные обращения к международным организациям, осудить грузинскую агрессию против народа Южной Осетии, не получили должного внимания. Вчера ими об этом тоже напомнили, вчера ими напомнили, что вот это действие, которое подрезали, направлено на то, что вместо территории Южной Осетии, вместо народа Южной Осетии, грузины здесь хотят видеть чистое поле. Но по конкретному материалу, который вы только что посмотрели, видимо, всех вас это задело, это был допрос трех осетинских подростков, которые были задержаны грузинской полиции 13 октября 2008 года в районе села Херча и с тех пор след и пропад на территории Грузии. С тех пор уже, сколько лет получается, мы добиваемся, получить определенность относительно судьбы этих трех молодых людей, это Хачеров, Хугай и Пеплеев, одному из которых на тот момент не было еще и 16 лет. И, к сожалению, действительно, вот такого внимания между народными сообществами не добились. Хотя справедливости надо сказать, что комиссия Совета Европы, которая работала здесь скоро после этого, она зафиксировала, что действительно следы этих молодых людей надо искать на территории Грузии. После мы обратились опять к ОБСЕ с тем, чтобы их независимые эксперты помогли в расследовании судьбы этих молодых людей и несколько лет, вы, наверное, об этом знаете, судьбой этих молодых людей занимается независимый эксперт ОБСЕ Игнатович. Он подготовил уже два доклада и в каждом из этих докладов, то есть в выводе первого доклада повторяются во втором докладе, четко, нетвусмислено сказано, что эти трое молодых людей были задержаны грузинской полиции, допрашивались грузинской полиции и имеются конкретные подозрения на отдельные лица, которые этим занимались. В докладе Игнатовича содержится рекомендации властям Грузии, кого можно доплатить в качестве обвиняемого по этому делу, кого в качестве свидетеля и источника информации, но, к сожалению, власти Грузии кроме обещаний по этому делу ничего тоже не сделали. обвиняемые при каждой нашей встрече нам тоже дают заверение, что они напоминают властям Грузии, но, к сожалению, повторяю, уже вот скоро 10 лет, как и матери этих молодых людей не имеют никакой информации о судьбе своих детей. Мы понимаем боль каждой матери и наших матерей. Понятно, конечно, боль и родных близких Татунашвили, но если смерть одного человека трагедия, то смерть других тоже такая же трагедия для него самого, для двоих тех близких, которые о них беспокоятся. Но, к сожалению, даже в этом вопросе совершенно гуманитарно мы видим такое, ну, скажем так, двойственное отношение западных стран к этому вопросу. Но, тем не менее, мы намерены добиваться того, что получит определенность о судьбе, местонахождении наших молодых людей. Речь идет не только о троих этих молодых людях, но и семи граждан Южной Осетии, которые считаются на сегодняшний день без вести пропавшими после августовского вторжения Грузии в Южной Осетии восьмого года, Папетерин точно знает, и есть достоверная информация, что они были в руках силоверства Тургрузии. Кроме вот троих Хачева, Хугай, Воплива, достоверно известно, что в руках грузинской политики был Кабисов. Даже получило странное дело, что Гуарийским судом, якобы в десятом году, повторяю, в десятом году, он был осужден заочно за то, что в восьмом году его отпустили, и он должен был вместить деньги или штраф, якобы он пропал. То есть сам же грузинский суд признает, что восьмом году восьмом году был в руках, и потом человек пропал. И по Икаеву есть достоверная информация, что он находился в руках грузинских силових Тургумер на базе в Азиане, и потом ему дальнейшая судьба опять неизвестна. Мы каждый раз заявляем на встречах и в рамках империи, и в Веневских дискуссий, и на их любых площадках, куда слышно наше слово, что если Грузия считается ответственным государством, то она должна нести ответственность за судьбы людей, которые пропадают на ее территории. Что же касается вопроса Татунашвили, то я еще раз повторяю, как уже отметили коллеги, к Арчилу Татунашвили у наших соответствующих служб были вопросы, и наши службы были заинтересованы получить информацию, но, к сожалению, его смерть как раз у нас лишила возможность получить эту информацию. То есть Южная Сеть абсолютно не была заинтересована его смертью, и все обвинения, которые звучат сегодня со стороны Грузии, они являются преждевременными, надуманными и необоснованными. Мират Кузьмич, как Вы считаете, повлияет ли данный инцидент на ход Женевских дискуссий? Женевские дискуссии по безопасности в Закавказе созданы по договору в соответствии с договором Медведева-Саркази и с 15 октября 2008 года они проводятся периодически. Основной задачей Женевских дискуссий является выработка условий и документов обеспечивающих безопасность Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии. Я повторяю четко, безопасность Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии. Но в ходе Женевских дискуссий конечно обсуждаются все вопросы, которые так или иначе могут влиять на ситуацию в регионе в целом, на безопасность, на стабильность. Поэтому я предполагаю, что вопрос смерти Татунашфили грузинской стороны тоже будет в Венесе. Но так же, как вчера на империи обоснованно дали им понять, что в принципе югостинская сторона не причастна к смерти этого человека. И в же время мы будем эту позицию отставить. В отношении других задержанных вместе с Татунашфили таких подозрений не имелось. Граждане, которые были задержаны с Татунашфили были отпущены 24 февраля, как я уже ранее говорил, и находятся на территории Ленингорского района республики, в своих домах, где они проживают, и они не ограничены в передвижении по территории республики Южной Осетии. Но к ним у вас вопросы есть? К ним, к тем двоим? У нас могут возникнуть вопросы к данным гражданам по обстоятельствам связанным с Татунашфили, с его деятельностью, да, и как бы по окончанию исследования все-таки было принято решение оставить этих граждан на территории республики, так как если они попадут в Грузию, они уже во-первых там не могут быть даны сообщения другие пояснения и во-вторых они уже к нам не вернутся как мы понимаем. В настоящее время в отношении данных граждан нет лицом таких оснований подозревать их совершение противоправных действий на территории республики и с этим они были отпущены. Мы всегда стараемся соблюдать все нормы международного права, соответствовать законным методам и вот нам предъявляют кучу требований чтобы тело от Атанашвили было передано в качайшие сроки надлежащим образом вот могут ли наши и вы которые этими вопросами занимаетесь и наша прокуратура может контактной безопасности привести пример в каком виде обычно мы получали тела наших граждан которые бывали замучены откровенно говоря в русских застенках. Ранее уже Мурат Кузьмич озвучил что у нас 7 граждан числиться на сих пор близости пропавшими значит среди этих граждан после 2008 года также числился гражданин Мальбек ТДФ который значит был похищен во время Амурславской войны был похищен стерилизией республики Южная Осетия грузинские правоохранительные органы и вооруженные амурганы к нему применялись пытки в которых он погиб а его тело было изуродовано в силу полученных увечий ТДФ потерял свой человеческий облик и не был опознан родственниками после его передачи его идентификация стала возможной только по генетическим анализам когда мы получили его тело в том году в 16-м году я точно не помню просто низкая сторона явно готовилась к срыву в лобород президента Российской Федерации на южно-сетин прессе в Ленинградском районе это и обнаруженная взрывчатка это и те подозрения которые имели за отношение это наш велик и как вы считаете с чем связан такой повышенный интерес Грузии к этим выборам и какие выгоды они рассчитывали получить в случае возможного срыва или провокации в период я думаю что в любом случае на выборе в Российской Федерации грузины как бы они не хотели влияние смогут оказать но они пользуются тем что имеют возможность проезда в Ленинградский район Южной Осетии вы знаете район который 17 лет был под грузинской юридикцией временно хотя мы это никогда не приземлили это была явная оккупация и потому у этих людей грузинские паспорта а так и Катунашфили и другие люди они все жители Южной Осетии но поскольку 17 лет они были под грузинской оккупацией а у них грузинские документы и гражданство Южной Осетии у них не оформлено я повторяю поскольку у них есть свободная возможность у многих заезжать в Ленинградский район они всячески пытаются там дестабилизировать ситуацию и они всячески любая дестабилизация на территории Южной Осетии грузинами опять таки преподносится как нестабильность на территориях которые повторяю они считают оккупированными территориями хотя абсолютно это не соответствует действительности республика Южная Осетия является свободным непринадным государством и российско-югостинские отношения строятся на строго договорно-правовой основе но тем не менее вот эти факты вот факты которые вами были упомянуты и возможность отдельным представителям различных служб Грузии различных политических сил дает свои плоды видимых это хотя бы в том плане что народ настраивает против властей Южной Осетии в целом когда я говорю что грузинская сторона политизирует вопрос смерти Татунашвили то как раз одним из доводов является именно то что сразу же смерть Татунашвили увязали с гибелью другого гражданина Грузии от Хозая на Абхазско-грузинской границе два года назад но это была совершенно другая история совершенно другой случай я вчера на Амбрии тоже рассказали что ни в коем случае эти две смерти нельзя ставить на одинаковую плоскость там была другая ситуация когда гражданин Грузии питался проникнут в обход к сложившемуся порядку действующему порядку перейти границу на территорию Абхазии и пограничник вынужден был применить оружие это было все четко и все в нашем случае речь идет только о том что задержанный гражданин Грузии умер на территории Южной Осетии однако повторяю естественно уже то что об этом говорят и то что они собираются сформировать этот список это как раз и говорит о том что они политизируя вопрос хотят увязать два этих случая с тем что международному сообществу более убедительно с их точки зрения представить что якобы вот что творят как они говорят на оккупированных в кавичках я так слово говорю территориях Грузии это совершенно неправильно если будут какие-то списки а я тоже знаю что они начали формировать это будет фактом агрессии против Южной Осетии и ее граждан и соответственно мы должны на это реагировать и говорить об этом субтитры Продолжение следует...